Итак, друзья, приехала мне посылка. Я теперь наконец могу избавиться, во-первых, от такого подобия штатива. Мне приехал штатив с магазина Резетка и еще кое-что. Сейчас начнем распаковочку и посмотрим, что мне еще приехало. Итак, штатив. Штатив я взял достаточно дешевый. У меня камера не зеркальная, у меня две камеры. Одна из них видеокамера, а одна фотоаппарат, который вы видели на подставке и стуле. Резетка доставила все достаточно оперативно. Это сайт резетка.com.ua, один из лучших продавцов интернет-магазинов. Буквально за два дня пришла посылка из Киева в город Корсунь. Штатив DEX. Вот он, кстати, идет с уровнем. Можно будет выстоять, чтобы все было ровно, не завален горизонт. Прощайте табуретки. Одну из камер мы на него сразу же и установим. Из минусов этого штатива можно сказать только, что зеркальную камеру он держать будет крайне плохо. А из плюсов это его цена. Конструкция достаточно хлипкая, но для небольших камер подойдет практически идеально. Продается она уже с головой. Штативчик очень легенький. Я думаю, он отлично подойдет для наших задач. Снимается все. И теперь вторая посылка. Газовые баллоны. И вот такая маленькая компактная штука. Это портативная газовая плита китайского производства. Потому что другие производители вряд ли будут заморачиваться над изготовлением таких полезных вещей, которые подойдут как для похода, приготовлению еды на камеру, вот как в моем случае я ее брал. И давайте же посмотрим, как она работает и попробуем что-то на ней приготовить. Вот такая съемная панель, которая устанавливается на плиту. И непосредственно сама плита. Конструкция достаточно легкая. Взять ее в поход, конечно, можно, но не в пеший. Потому что если это пеший поход, готовить придется много. Ну и носить за собой такой чемоданчик, пускай он даже 2 килограмма, наверное, бессмысленно. Но вот если вы езжаете с семьей на природу, или на рыбалку, где вы на машине, стационарно, то такое устройство будет практически идеальным. Это трамповская плита газовая. Вот у нее есть регуляторы всякие, есть езоэлемент для поджига. Куплено также было на резетке ЮА. Пора установить, я думаю, газовый баллон и проверить, как оно работает. Газовые баллоны стоили достаточно дешево, то есть порядка 47 гривен за один. Баллон устанавливается, вот здесь есть защита от дурака. Просто вкладывается сюда. Защелка его вот здесь держит сразу автоматом. Это положение, которое фиксирует газовый баллон. Все у нас подключен. Закрываем. Одеваем платформу. И пробуем зажечь. Да, все работает. Итак, загорелась наша плита. Огонь достаточно мощный. И замерим, за сколько будет жариться яйцо. На данной плитке. Все, сковородка уже достаточно горячая. Диск стал равномерно красным. Ну вот, дорогие друзья, как вы видите, все работает достаточно хорошо, мощно, тепло выделяется. Тоже нормально. Одного такого газового баллона, я думаю, хватит часа на два. Потому что расходуется этой плиткой 160 грамм в час. Газа это на максимальной мощности. Но для брикодавления какой-нибудь ухи, супа, максимальная мощность не нужна. Быстро пожарить яйца тоже можно несколько раз успеть. И такой баллон, в принципе, на каждый поход, даже на 2-3 похода можно растягивать без проблем. Розетка.юа интересный, прикольный магазин. Я в нем, кстати, покупал еще до того, как начал свои путешествия. То есть 4 или 5 лет. Это один из самых долгоживущих интернет-магазинов. Кто живет в Украине, переходите по ссылкам. Смотрите, возможно, будут какие-то прикольные товары. Отправляется все новой почте. Получается тоже в течение буквально 2-3 дней. Тут-то прям такая температура. Яйцо не успевает жариться, как низ пригорает. То есть можно чуть даже убавить. Мощность. Вот, собственно, в реальном режиме времени вы можете все наблюдать. Насколько большую температуру развивает эта газовая плита. Я думаю, яйцо уже готово. Яйцо мы вырубаем. Нужно было добавить немножко масла. Выключается просто и вверх. Поднимается рычаг. Баллон отстегивается. И пригоден для следующего применения. Вот такая у меня интересная посылочка пришла. Такая была распаковка. И такая вот классная плита у нас теперь появилась. И сможем записывать все интереснее и прикольнее ролики. Ребят, на улице было плохо видно, как у нее идет огонь. Это нашей трамповской плиты. Вот такая плитка. Можно готовить кушать прямо у себя в комнате, как японцы, далеко не отходя. Ребят, на улице было плохо видно, как японцы, далеко не отходя. Ребят, на улице было плохо видно, как японцы, далеко не отходя.